Новая жизнь начинается с понедельника. В долгожданные квартиры перебираются жильцы из аварийного фонда и дети-сироты. Вот в этом доме еще советской постройки приобрели квартиру для семьи Лопаткиных. Их прежнее жилье на улице Колотилова признано аварийным в 2012 году. Ключи новоселом вручил лично глава города. Ключи и договор. Спасибо. Мы очень рады, что нам подобрали такую квартиру. Будем надеяться, что у нас есть. Я в нее у вас. Да вам большое, Валентина Федоровна, спасибо. Спасибо вам, спасибо. Дождались. Валентина Федоровна, пенсионерка. Квартиру специально подобрали на втором этаже. Подниматься выше женщине не позволяет здоровье. Есть балкон. Дышать свежим воздухом можно почти не выходя из дома. Заранее Нина Николаевна, это дочь, принесла нам справку из медицинского утверждения, где было рекомендовано врачами проживать в жилом помещении этажом не выше третьего. И это, естественно, медицинская справка учитывалась. Квартира двухкомнатная, просторная, с качественным косметическим ремонтом. Обои, линолеум, плитка в ванной, сантехника. Даже люстры новые. Квартира хорошая, комната нормальная, все, ремонт сделан. Только единственное, что район. Далеко район. На работу ездить. То есть мне обратно придется занять пересадку. Район они нам предоставляют. Семья Лопаткиных планирует начать жизнь с чистого листа. Хозяева собираются поставить новые окна и входную дверь. Въехать хотят через две недели. Кроме Лопаткиных, квартиры получают еще 10 семей. До конца года администрации необходимо завершить расселение четырех аварийных домов. Почти 35 миллионов было потрачено. Соответственно, 49 человек, 19 жилых помещений будут расселено. 19 жилых помещений мы приобретаем. Сегодня у нас также выдача ключей двум детям-сиротам. И эта работа также будет продолжаться, но уже не в рамках программы переселения. Это отдельная программа. В следующем году на программу по переселению граждан из аварийного жилья предусмотрено 50 миллионов рублей. На эти средства планируют расселить три больших многоквартирных дома. Мария Попова, Андрей Семеновоков, РТВ Иваново.